Всем добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга и вы находитесь на моем канале о моих увлечениях. Сегодня у нас с вами будет интересное видео. Мы сегодня будем рассматривать разного рода модели, которые присутствуют у нас на Pinterest, в Instagram, может быть где-то в других источниках. Сейчас ведь так много всего. И порой бывает так нелегко поймать ту самую волну вдохновения для начала новых изделий. А на дворе у нас сейчас осень, а следовательно, как раз самое время заняться нашим любимым хобби. В первую очередь у меня все равно остается вязание, поэтому сегодня видео будет посвящено вязаным изделиям. Но эти изделия будут связаны не мной, а другими прекрасными рукодельницами, а быть может даже и не связаны. Я буду вам рассказывать о том, что меня вдохновляет на создание своих изделий. Если вам интересно, оставайтесь со мной. И давайте же приступим. Я буду вставлять вам скриншоты где-то вот здесь. Тех изделий, которые послужили именно основой для данного видео. Итак, приступим. Я буду подглядывать в свой второй гаджет. И здесь у меня есть скриншоты этих изделий. В первую очередь, конечно же, в настоящее время, мне кажется, лидирующую позицию занимает Брунелла Кучинели. Со своими невероятными изделиями, со своими пайетками, которые окутали просто весь мир, мне кажется, у каждой рукодельницы есть изделия от Кучинели. Ну или по мотивам Кучинели, вдохновленные Кучинели. Это прекрасно. Но в настоящее время, конечно, в первую очередь, могу даже скриншот не вставлять. Я думаю, вы сразу найдете и узнаете это изделие из листьев. Такие крупные листья по всему периметру полотна. И, конечно, это наш Брунелла Кучинели со своими листьями. Не связал, мне кажется, только ленивый. Как только не вязали девчонки и на ютубе, и в инстаграме, если посмотреть, сколько связанных изделий, великолепных изделий именно этим рисунком. Но у меня такого изделия нет. Я, знаете как, я либо на первой волне, ну то есть со всеми прям сразу только вышла и мне надо, либо я такой, знаете, очень-очень сильный опоздун, когда уже все-все связали, я на всех посмотрела и влюбилась. Уже потом. Потому что как только появилась эта модель на подиуме, как только появилась эта модель в инстаграм, на ютубе, и вообще все начали вязать, она меня совсем не вдохновляла. Ну от слова вообще. Мне казалось, что эти огромные листья, они не могут идти никому, только может быть действительно служить какими-то моделями на подиумах. Но когда я пригляделась к этим изделиям, когда я поняла всю красоту этих изделий, конечно же я тоже влюбилась, как и многие из вас. Все дело в том, что со мной так часто бывает. Мне не нравится. Мне прям до жути не нравится. Но потом я, значит, у одной подсмотрю, у второй, у третьей, у пятой, у десятой и понимаю, что ну вроде мне тоже надо. И вот связать для себя, я еще думаю. И связать в каком виде? Его вязали и из очень крупной пряжи, и с достаточно тонкой, и с люрексом, и без, и с пушком, и абсолютно гладкие. И я не знаю, и джемпера, и кардиган, и чего там только нет. Главное вдохновиться этим узором. Кстати, я слышала также, по-моему, на ютубе, что этот узор взят из книги Лиди Клёс. Если это действительно так, напишите мне в комментарии. Я, кстати, не смотрела пока еще. То есть Кучунели у нас все-таки на первом месте, на мой взгляд. И пайетки, вроде бы как, уже столько лет они с нами, и мы уже все навязались, и в запасах у нас этих пайеток лежит еще тьма, тьмущая. Поэтому, конечно же, мы с вами все равно будем продолжать вязать. И здесь полет фантазии. Можно применить его в кардигане. Например, как в данном случае, минимальное количество, да, ну как вот, например, на вот этой вот футболке. Конечно же, вы спросите, откуда взята эта футболка. Из гардероба, скажу я вам, и связана она сверху вниз, но вдохновилась я на канале Лана Стильное Вязание. Она вязала такую футболку снизу вверх. У нее есть мастер-класс. А я на фоне этой футболки рассказываю, как вяжется мой летний кардиган. Тоже очень интересная модель, но вяжется сверху вниз. По-прежнему бежево-коричневые оттенки с плюс, с пайетками, с добавлением голубых оттенков, все это в пастельных таких цветах присутствует у нас с вами как на подиумах, так и в повседневном нашем вязании, если мы посмотрим на вязальщиц, ну я думаю, что всего мира. И о чем я говорю, это так называемые квадраты, связанные из абсолютно разношерстной пряжи. Здесь можно применить абсолютно все остатки, которые более-менее сочетаются между собой и связать себе своего Брунелла Кучинелли. Вряд ли он к нам придет, правда? А мотивы его в нашем гардеробе могут и появиться. Поэтому пайетки достаем и по-прежнему вяжем. Сейчас очень интересная модель, правда я не знаю откуда она взята. Это в технике Интарсия, там тоже можно применить и пайетки, и также, по-моему, техника Интарсия, как я понимаю, потому что здесь можно применить также разные фактуры, можно включить и пайетки, и пушистую какую-то пряжу. Обратите внимание на экран, здесь со спины показан узор, и этот узор также есть на Пинтерс, потому что картинку я брала на Пинтерс. То есть это продолжение той же тематики, но я не знаю, чья эта модель. Абсолютно не интересовалась, но уже не раз столкнулась на просторах нашего интернета. Далее, также в технике Интарсия и с применением различного рода узоров, в том числе и сетки, посмотрите, какая интересная модель. Здесь джемпер, да, можно связать как снизу вверх, так и сверху вниз, но мне кажется, что снизу вверх вязать его будет наиболее проще, чем сверху вниз. Но тут, конечно, игра воображения, да, главное поймать ту самую волну, достать всевозможную пряжу, которая у нас завалялась в небольших количествах, особенно любителям фантазийной пряжи, вернее, скупать фантазийную пряжу и потом не знать, куда ее применить. Да, таких я тоже думаю, что множество, когда мы с вами не можем удержаться и скупаем пряжу на каких-то распродажах и понимаем, что, ну, быть может, не сейчас, но когда-нибудь эта волна вдохновения к нам все-таки придет. И вот почему бы не прямо сейчас, правда, и применить ее вот в таких вот невероятных, на мой взгляд, изделиях. Далее, по-прежнему, мне кажется, популярным остается и будет с нами всегда, это изделия, связанные из пушистой пряжи. Это может быть альпака, это может быть махеры, махеры на шелке, чего только нет. Правда, сейчас каких только зверей нет. Я не успеваю даже посмотреть на всяких гуанако, но это, конечно, не шибко пушистое, но, тем не менее, я даже не знала таких названий и не знала, что из этих животных, да, придут пряжу. Я не знала. Но чем больше живешь, тем больше интересуешься какой-то тематикой, тем больше информации к тебе поступает. И в продолжение темы хочу показать вам пушистики, пушистые кардиганы. Почему бы нет, такие, знаете, уютные кардиганы, кофты. Весьма, весьма мне нравятся. Также из пушистого я бы хотела себе, может быть, еще, я много чего на самом деле хочу, но я хочу себе платье пушистое. Сейчас картинок не вставлю, не нашла, но в голове моей рисуется картина того, что это будет платье пушистое и с рисунком, ну, то есть, с каким-то орнаментом по переду. Ну, почему бы нет? Пушистики, мне кажется, будут в моде всегда. А также можно связать пушистиков из разных-разных, действительно, остатков, и не только остатков, они будут смотреться лаконично, красиво, если, например, обыграть рукава другим цветом, да. У нас в классике жанра, как я называю, принято делать манжеты, горловину и по низу изделия резиночку другим цветом, а основной цвет выдержать один. Но это прошлый век, как оказалось. Ну, конечно, так тоже вяжут, и это тоже вроде бы как носибельно, но модно, оказывается, вязать по-другому. А именно, например, сделать акцент на одном рукаве и на горловине. Представляете? Так тоже можно, и так тоже красиво. Посмотрите сейчас на экран. Почему бы не связать это же самое изделие не из гладкого, к примеру, мериноса, а, к примеру, из пушистой-пушистой пряжи, знаете, такой, чтобы прямо она была волосатая-волосатая, или обыграть планку. Но планку тоже, как оказалось, обыгрывают по-разному. Бывает, пускают несколько полосок на планку абсолютно кардинально другого цвета, который будет ярким акцентом служить этому изделию. Так тоже можно, как оказалось, и это тоже очень интересно. Ну, и более классический вариант, например, пушистой пряжи, да, это рукава и низ изделия, не резинку, а именно ниже груди мы с вами спускаемся, да, и низ изделия продолжаем вязать из более контрастной пряжи. То есть одинаковые рукава и низ изделия по длине, главное совпасть. А можно еще и заполосатить несколько полосок, прежде чем переходить к другому цвету. Тоже будет весьма интересно смотреться. Я бы вот такого пушистика, пожалуй, бы себе связала, если бы у меня было еще несколько руки или вязальная машина. Кстати, вы меня спрашивали, буду ли я вязать на вязальной машине, если вдруг она у меня появится. У меня, знаете, вообще нет интереса к этому, как сказать, агрегату. Все потому что, да нет, не потому что, просто нет. Это не говорит о том, что я никогда этим заниматься не буду, категорически мое нет. Пожалуй, я так не скажу. Но у меня нет интереса. Я даже смотрю девчонок, да, на ютубе. У меня есть несколько каналов, подписках, которые я смотрю практически на постоянной основе. И когда они начинают вязать изделия на вязальной машинке, начинают говорить терминами, теми, которые присутствуют на этой машинке, какие-то там штучки, дрючки. Я не знаю, как это все называется. Я просто перелистываю этот момент. Или если понимаю, что видео полностью посвящено вязанию на машине, я просто его не смотрю. Мне неинтересно. Вот. Ну, это ответ на ваш вопрос. Буду ли я вязать, да? Скорее всего, нет. Прямо сейчас? Нет. Я не заинтересована вязанием большого количества вещей, потому что я их не продаю. Если бы продавала, я бы, наверное, рассмотрела этот вариант. Но там совершенно другие знания, совершенно другая техника, совершенно другие образцы. И, в общем и целом, все-все другое. Итак, мы с вами поговорили о пушистой пряже. Она будет присутствовать, мне кажется, всегда. Потому что это просто вид пряжи, отличный, да, от стандартной классической лысой пряжи. То есть, это другой подвид, и поэтому модели тоже будут присутствовать разные и всегда. Дальше. Крупная вязка. Ну, вроде бы как. Уже все. Отступила эта пора. Одно время все-все вязали очень крупные-крупные спицы брали в руки из очень толстой-толстой пряжи. У меня тоже в запасах есть одна пряжица. Я думала, что я буду вязать из нее шапки. Такого ярко-голубого цвета. Очень красивая ниточка. И что хочу сказать? Я вот, насмотревшись этих фотографий, насмотревшись укороченных кофточек, хочу себе такую кофту. Быть может, с капюшоном. Скорее всего, мне не хватит пряжи, мне нужно будет дозаказать. Эти изделия достаточно тяжелые, потому что вяжутся все-таки из пряжи нелегкой по структуре. Они смотрятся громоздко, но в этом их прелесть. То есть, здесь нужно, конечно же, подбирать гардероб, подбирать цвета. Но посмотрите, например, вот этот небольшой кардиганчик с капюшоном. Как красиво смотрится. Также мне очень понравилась модель, но она просто для вдохновения. Носила бы я такое изделие, да, наверное, выносила, если бы оно у меня было, но я бы связала его несколько иначе. Это такой гипер-оверсайз, тяжелый свитер. Так, не свитер, джемпер, да? Без булловер, джемпер. У меня все свитера и джемпера. Единственная разница для меня это горловина теперь. Ну, никак я не могу привыкнуть. И смотрите, здесь акцент на рукава, да? Быть может, даже на одном рукаве. Не знаю, не показано на фото. Большой-большой карман по груди. То есть, это такое аляповатое, такое, знаете, свободное, спокойное, домашнее, уютное. Что-то такое непринужденное, что не требует никакого напряжения в теле, да? То есть, это вот прям до чего хюге, как сейчас принято говорить. То есть, это такое что-то уютное и домашнее. И прекрасно выглядит изделие. Несмотря на то, что это действительно достаточно крупная вязка, да? Крупные петли, крупная вязка, крупная спица. Мы с вами это прекрасно понимаем. Можно поиграть также с фактурой. Мы с вами поговорили о пушистой пряже. Пушистая пряжа бывает и очень-очень тоненькая. А также можно обыграть. Посмотрите сейчас внимательно на полосатика, которую я вам показываю. И, кстати, я забыла в начале ролика сказать, что, девочки, если вы узнаете себя на фотографии или ваши изделия на фотографии, если у вас есть на них описание, просто знайте, что я вдохновляюсь вашими работами. Я не штудировала тот момент, есть ли на то или иное изделие платное описание. Чаще всего фотографии я брала на Пинтерест. Несколько фотографий у меня есть с Инстаграм. Но также я не захожу и не смотрю, да? Потому что, скорее всего, повторять эти изделия один в один я не буду. И если вы знаете, что это описание, можете в комментарии оставить полезную информацию для моих зрителей, что это платное описание. И те, кто вяжет по описаниям, могут его купить. Вот. И, значит, это футболка. Но здесь можно обыграть и в достаточно приличный джемпер, удлинить изделие, да, например, связать полноценные рукава. Но суть в том, что здесь играется с фактурой. Одна пряжа, значит, может послужить нам, например, тот же самый меринос. А вторая тоненькая ниточка, это как раз-таки будут служить полоски, да? То есть мы с вами выбираем пряжу одного цвета, но разнофактурную. И получаются очень интересные полоски. Также можно обыграть по фактуре, да? То есть если мы с вами работаем с тонкой нитью, да, переднюю часть, то есть вверх обыграть тонкой ниточкой, а низ утяжелить. И получается вот такое изделие. Такого рода изделия меня тоже вдохновляют на достаточно интересные модели, которые у меня рождаются в голове. Конечно, я повторять один в один, скорее всего, не буду. Но все может быть. Кто его знает, куда поведет меня то самое вдохновение. Далее, о чем я еще хотела поговорить? Конечно же, мне хочется иметь в гардеробе достаточно классические вещи. Эти вещи никогда не выходят из моды. И меня очень вдохновляют вот эти две модели, которые сейчас будут на экране. Бежевая и серая. Здесь достаточно широкая резинка по горловине, по низу изделия, по рукавам. Мне в этом сезоне очень нравятся, знаете, длинные рукава, которые совсем-совсем длинные, которые нужно подгибать. Вот мне хочется. Причем это должна быть резинка 2х2. Вот как-то вот видится у меня такого рода вещи в моем гардеробе. Они меня вдохновляют и надеюсь, что вам тоже принесут это вам вдохновение. Итак, выбираем классические цвета. Прям самые-самые базовые. И вяжем самые-самые базовые вещи. Вязать скучно, скажу я вам. Поэтому такого рода изделия я, скорее всего, буду разбавлять разными другими интересными моментами. Интересными моделями. Одной из таких моделей вполне может послужить кардиган, например. Но тут, конечно, кроп-кардиган. Я бы связала его удлиненным. Но почему бы нет? Одна половина черная, другая половина белая. Может быть здесь одна половина розовая, другая половина темно-серая. Ну почему бы нет? Кто же нам запретил? Черная, красная. Классика жанра. Осень, красота. Кругом желто-коричнево-зеленые оттенки. Почему бы нам не выбрать охру и коричневый цвет? Ну если по цветотипу эти цвета вам подходят, да? Пожалуйста. А тем блондинкам, которые предпочитают все же розово-голубое, никто не запретил связать одну половину розовой, другую половину нежно-голубой или ярко-голубой. Здесь все будет зависеть от того, насколько взыграет фантазия и какая пряжа у вас лежит в запасах. Однотипная. Если мы с вами говорим о двухцветности, меня привлекает очень сильно вот эта модель, которая сейчас перед вами на экране. Это, по-моему, это платное описание, но не знаю, давно я сохраняла эту модельку. Достаточно широкое изделие. Здесь два цвета. Глубоких цвета. Можно выбрать, конечно, цвета абсолютно разные, но главное подобрать пайетки в тон. Посмотрите, как они здесь вписались в этот ансамбль и как красиво это смотрится, как это женственно. Несмотря на то, что есть такой момент, что некоторые считают, что мешковатое изделие не украшает женщин. Я считаю иначе. По крайней мере, на сегодняшний день, на осень 2021 года, я все-таки придерживаюсь момента оверсайза и гипер-оверсайза. Хотя есть и момент того, что уже говорят, что это все не в моде. Решать только вам, быть модным или быть человеком, который живет в гармонии с собой. Пока моя гармония говорит о том, что я хочу носить достаточно широкие вещи. Но есть в моем гардеробе и прям по фигуре, так скажем. Далее. Что еще меня привлекает в многоцветности? Например, вот, пожалуйста, кардиган в пол. Здесь, правда, это покупное изделие, но можно обыграть спинку одного цвета, полочки другого цвета, карманы сделать вообще из материала текстурного. Вот мне очень хочется попробовать поиграть фактурой не только вязаного полотна, но также, например, взять какой-то материал достаточно плотный и попробовать его как-то внедрить в вязаное полотно. Так я еще никогда не делала, но меня это действительно очень и очень вдохновляет. Давайте посмотрим сейчас на модели, которые не имеют отношения к вязаному полотну. Это пудрово-серо-черные, да, такие спортивные платья. В основном, ну, здесь представлен костюм и платье, это мы понимаем, что это просто интернет-магазин. Но я сохранила эту картинку для себя, потому что, во-первых, меня привлекает цвет, а во-вторых, меня привлекает сама модель платья. Почему бы ее не связать? Да, плотно, на достаточно тонких спицах, но приблизительно такого фасона. Обыграть также на груди, например, пайетками. Почему бы нет серой-бежевой пайетки подобрать? И мне кажется, будет очень интересно на груди акцент, на кармане акцент, рукава обыграть дополнительной вот этой лентой спортивной. Ну, как вам такая идея? Мне кажется, здорово. Ну, по крайней мере, мне все нравится. Далее мы с вами немножко рассмотрим классические вещи в виде рубашек. Рубашки в настоящее время очень популярны, разные, абсолютно разные. Можно вообще связать рубашку, как, например, недавно связала Ольга Кондратьева. Я сначала так скептически наблюдала издалека и думала, о ней, это не моя модель. Но когда она ее показала в инстаграм, вы видели, вы заходили, это же просто и должно подойти всем. При всем при этом она, мне кажется, вязала и с букле, а с букле я не дружу. Быть может, мне тоже стоит пересмотреть все-таки мое отношение к этой пряже. Я пока не знаю. В общем и целом, рубашки, рубашечный стиль это круто. Я сейчас покажу футболку, но можно связать на базе этой футболки, например, ну, футболка пола в данном случае, да, например, можно связать спокойно и джемпер пола. Почему бы нет? Главное, обыграть какой-нибудь акцент на нем сделать, чтобы это не было таким скучным и повседневным. Далее, также в виде рубашки пола как раз-таки служит модель с резинкой. Крупной резинкой, крупная. Крупная имеется в виду не вязка крупная, да, а именно толстая сама резинка. Посмотрите, как интересно смотрится. Я вот не вижу такой модели на себе, хотя, может быть, зря. Если прибавить ширину изделия, быть может, тоже будет смотреться неплохо. Но здесь вточной рукав, а с вточным рукавом я пока не особо дружу. Хотя у меня есть такой момент, что, быть может, в ближайшее время и в моем гардеробе появится такое изделие. Но я не обещаю. Я почему-то опасаюсь. Как только я научилась вязать изделия сверху вниз, бесшовно, я как-то очень опасаюсь точного рукава. Быть может, зря. Раньше мы все вязали по журналам, и там чаще всего были представлены модели как раз-таки с вточным рукавом. И я совершенно этого не боялась. Изделия садились, ну, хорошо, относительно хорошо. Сейчас мы стали все такими умными. И знаете, чем умнее, тем страшнее, я бы сказала. Вот мне действительно страшно вязать изделия с вточным рукавом. Хотя я не думаю, что там есть какое-то прям супер что-то сложное. Мы с вами коснулись полоски. Полоска эта у нас была вертикальная. Давайте поговорим о полоске вертикальной в другом изделии. В данном случае это, конечно, тоже трикотаж, но это покупной трикотаж. Но посмотрите, какие интересные черно-белые полоски, какое интересное решение. Почему бы нам не связать такое пончо? Я бы сказала, это пончо, но хотя здесь просто разрезы по бокам. Посмотрите на фотографию повнимательнее. Нравится ли вам такое изделие? Мне очень нравится. Вот это изделие меня вдохновляет. Я бы себе такое связала. Не знаю, в каком цвете. Может быть, не в черно-белом, а что-то более интересное выбрала бы себе. В настоящее время меня привлекают пудрово-коричневые оттенки. И, быть может, что-то из этого я себе выбрала бы и связала. Очень интересная модель. И вот она меня действительно в настоящее время, эта модель меня не отпускает. Она засела у меня в голове. И, быть может, в ближайшее время я подберу для себя пряжу. Именно в этом ключе. Итак, следующая модель, которую я бы хотела вам показать, это тельняшка. Но тельняшку я уже вязала, помните, да? Там была определенная техника вязания. Тельняшку в этот раз я бы связала, знаете как? Не поверите. Я бы вязала ее сшивной. Посмотрите внимательно сейчас на экран. Здесь тельняшка кроп. Я бы ее, конечно, чуть-чуть удлинила, потому что это не мой вариант вот такой укороченной тельняшки. Хотя именно в таком виде она смотрится более правильной, да? Но ее же можно и подгибать, как сейчас носят. Поэтому сама структура, да, сама структура полотна, она не поменяется. И посмотрите, какие здесь широкие рукава. И рукава резко сужены. И даже цветовое решение. Вот это вот бежево-коричневое мне очень нравится. И вязала бы я его действительно сшивным. Также давайте посмотрим приблизительно такую модель, но здесь акцент на рукавах. Это не вязаные изделия. Это просто изделие, взятое из интернет-магазина какого-то. Но мне здесь нравятся рукава. Я бы эти рукава обязательно применила в каком бы то ни было изделии, связав его таким же широким. Достаточно тонкое должно быть полотно в данном случае. То есть из тоненькой ниточки связано, да, из тонкой пряжи. И обыграть вот эти вот наинтереснейшие рукава. Почему бы нет? Здорово, на мой взгляд. Про кипер-оверсайз я вам говорила. Они по-прежнему для меня в приоритете. Мне нравится смотреть на них на фотографии. Но вязать, конечно, вязать не перевязать. На мой 46-48 мне надо вязать 52-54, чтобы было вот то, что мне нравится. Но имеется в виду не сам размер, да, а именно ширину полотна. Но по плечам-то должно быть как по мне. И смотреться неплохо. Так, что я еще упустила из виду, что меня вдохновляет? Меня очень, очень, очень вдохновляет. Круглая кокетка и жаккард. Да, почему-то именно осень ассоциируется у меня с классическими вещами, классическим вязанием. Для меня осень это все-таки какое-то не южное направление, а больше северное. Финляндия и вот все вот в том русле, где холода, где холодно, где север. А значит нужно утепляться. А классические вязаные вещи, северные именно, да, это всегда с орнаментом. Это связано больше с историей создания этих вещей, с историей этих вещей. И, конечно же, орнаментов может быть множество. Можно начать вязать и просто из головы брать какие-то узоры и вписывать их. Но в интернете сейчас представлено огромное количество, невероятное количество разного рода рисунков именно на крупную кокетку. Есть и схемы, и без схем можно разобраться, правда же? Я вам просто повставляю те фотографии, которые меня вдохновляют в настоящее время. Те цветовые решения, которые меня вдохновляют. Это не только, вернее, это чаще всего какие-то геометрические рисунки, да. Но не только такие рисунки я вижу на круглой кокетке. Я вижу на круглой кокетке также какие-то рисунки, связанные с листьями, с цветами. Это тоже смотрится очень красиво и женственно. А также в круглой кокетке я вижу, помимо, да, жаккарда двух-трехцветного, но больше я пока не рассматриваю, я вижу сочетание теневого узора. То есть, когда мы с вами обыгрываем тоненький жаккард, теневой узор, жаккард, теневой узор, мне кажется, это тоже будет смотреться очень и очень весьма красиво и интересно. Я думаю, что я на сегодня рассказала все, что хотела, все, что меня вдохновляет. Про акценты мы с вами поговорили, про разную пряжу мы с вами поговорили, мы с вами выделили полоску, выделили жаккард, мы с вами выделили брунелло кучинели. И обо всем об этом я думаю, что вы узнали из этого видеоролика. Это действительно те модели, которыми я вдохновляюсь. Я, скорее всего, даже две-три модели не повторю, один в один, я возьму какие-то элементы, просто возьму спицы в руки. И это уже хорошо, правда же? На сегодня у меня все. Пишите обязательно в комментариях, нравится ли вам подобного рода видео, стоит ли делать обзоры такого рода. Именно тех изделий, которые мне нравятся. Конечно же, на подиумах выходят абсолютно другие модели, которые, как вот, например, с брунелло кучинели, его листьями, мне не приглядываются с первого взгляда. Быть может, мне нужно с ними прожить некоторое время для того, чтобы заценить и оценить всю красоту и масштаб этого изделия. Но я же вяжу для себя и показываю свои вязаные изделия. А вы уже, дорогие зрители, оцениваете, нравится вам или нет. Все, на сегодня у меня все. Мы с вами обязательно увидимся в новых видеороликах. Не забудьте подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны, дабы нам с вами не потеряться. Пока-пока!